Ну что, я поздравляю всех, во-первых, с тем, что мы здесь собрались, во-вторых, с тем, что движение и партия существуют. Ну и, в общем, пару слов по поводу этого медлютевого процесса. Наверное, к нему могут быть вопросы, к этому процессу, но я считаю, что он имеет смысл. Учитывая реальную обстановку на политическом обеспечении России, да и вокруг России, этот процесс имеет смысл. Что я хотел бы сказать о будущем? Много мы говорим о том, что это левопатриотическое, я даже здесь слышал лево-консервативное движение, очень интересная штука, для меня, потому что, если вы сейчас вот с улицы возьмите живого человека, зададите ему несколько вопросов, потому что 20-30, и он на какие-то ответит вам как левый, на какие-то как правый, на какие-то просто живой человек. Вот для того, чтобы быть ближе к живому человеку, вот мне кажется, этот процесс и нужен. В конце концов, мне кажется, в России и стоит такая историческая задача, найти ту формулу и для себя, и, может быть, для других, которая не обязательно будет укладываться в прокрустную ложе, политологический схем, который, между прочим, в основном из салтов и политологии пришли, в 19-м, из 18-го, 19-го, 20-го века. А то, что действительно отвечает нашей душе, если хотите, тому, что есть финансы, тому, что лучше всего соответствует нашему развитию. Интересно, кстати, с этой точки зрения, вот прям, поздний Советский Союз, да, и все, что они помнят, в основном мы помним в Союзе, там, 70-х, ну, пусть там, 60-х, 70-х годов в основном. Вспомните, это же парадоксальная вещь, с точки зрения социально-экономического положения, да, обустройства, это была левая конструкция. Но с точки зрения культуры, искусства, мировоззрения, это была страна традиционалистская. Я не скажу правая, но она была традиционалистская. И каким-то образом эти вещи сочетали, именно про это в основном, как бы, многие из нас вспомнят и вспоминают с остальными. Наоборот, посмотрите на нынешний современный запад. С точки зрения социально-экономического, абсолютно людоедские, правая, так сказать, конструкция. Но смотрите, как они стали заигрывать с левацкой идеологией, да, сколько левизны, причем, мне кажется, такой достаточно опасный, между прочим, появилась в сегодняшнем дискуссии, причем с таким, с явным привкусом шизофрении, паранойи, я уж не знаю. Это означает, что люди ищут, это означает, что мир ищет. Все, он вырос из этих коротких штанишек, вот этих вот штампованных идеологий 20-19 века. Да, там много интересного, да, там много, может быть, еще работающего. Но на самом деле жизнь гораздо в этом смысле богаче. Я уже говорил, как-то раз в нашем мероприятии, еще раз повторю. Вот у русского человека есть ощущение правды внутри, да, оно не всегда проговариваемое, но оно есть. И вот постараться сделать так, чтобы государственное устройство, чтобы закон, слово закон и слово правда приближались друг к другу, это было бы здорово, это была бы задача. Я не строю иллюсь, я не думаю, что закон и правда будут совпасть полностью, но тем не менее, на одном полисе, на одном полисе, знаете, абсолютно такая логарифмическая линейка, так сказать, зарегулированная действительность, юридизм сплошной, да, не живой. С другой стороны, живая энергия правды, которая у каждого человека в душе, так сказать, плакочет. Вот для того, чтобы общество развивалось, надо попытаться эти вещи сблизить. Может быть, кстати говоря, вот на этом стыке и появится та самая справедливость, про которую многие говорят. Закон, приближаясь к правде, может быть, и даст эту самую справедливость. Вот, может быть, к этой формуле надо стремиться. Поэтому я думаю, что мы попробуем это сделать, да, постараемся, приложим наши усилия, в конце концов, должно получиться. Но не получится Россия, знаете, она была, она есть и она будет. И поэтому я думаю, что и она нам нужна, и мы ей нужны. Вот с этим вас всех поздравляю, ну и желаю всем нам успеха. Спасибо.